итак друзья в данном уроке мы с вами займемся тем что произведем минимально необходимые для последующей работы настройки приложения blender поэтому открываем blender записывать данный курс я буду версии blender 2.91 который является актуальной на данный момент ну и давайте возьмем себя в руки не будем пугаться я понимаю окна кнопки менюшки все ново все может казаться очень страшным но нас интересуют настройки постарайтесь даже на все эти окна не смотреть нажимаем edit preferences чтобы до настроек все-таки добраться но и для того чтобы у меня с вами не было в интерфейсе никаких отличий я настройки сброшу до заводских свои сделано ну и давайте начнем сначала вкладка интерфейс если у кого-то есть проблемы с пониманием английского языка я предлагаю всплывающие подсказки перевести на русский интерфейс мы русифицировать не будем почему большая часть всех доступных курсов по блендеру проводятся на английском языке и все абсолютно ну наверное 99,9 процента с английским интерфейсом если вы интерфейс русифицируете такая возможность тут есть то я боюсь у вас возникнут трудности с соотнесением тех элементов меню и интерфейса которые будут на экране у вас и тех элементов интерфейса и менюшек которые будут на экране в видео уроках друзья мои это очень плохой вариант скажу вам честно потому что вам будет очень сложно ориентироваться поэтому настаиваю на том чтобы интерфейс оставался английским так вот для того чтобы подсказки русифицировать что нужно сделать вот сейчас если вы обратите внимание наводя на любой элемент интерфейс и курсор у нас вылезает всплывающая подсказка на английском убеждаемся что возле параметра tooltips подсказки у нас стоит галочка то есть они в принципе включены снизу в блоке перевода язык меняем на русский и убираем галочки с пунктов интерфейс и новые данные только на подсказках оставляем галочку и вот теперь у нас подсказки всплывают на русском языке при этом интерфейс остался английским но если кому интересно новые данные вот это new data это то на каком языке будут у нас название всех создаваемых нами геометрических элементов ну или иначе они называются мешами то есть создаем куб он будет называться кьюб а если галочка возле new data будет стоять то он будет называться по русских куб и с этим тоже в дальнейшем возникнут трудности но это совсем в дальнейшем это забегая очень далеко вперед при экспорте в другие приложения ваших проектов из блендера могут возникать определенные конфузы потому что некоторое программное обеспечение корректно воспринимает только название на английском языке без пробелов с подчеркиваниями и так далее поэтому new data галочку тоже убираем с этим мы разобрались дальше нас интересует давайте вкладочку аддоны откроем аддоны это дополнение по умолчанию в блендере предустановлено огромное количество этих аддонов если кому-то интересно можете потратить какое-то время по раскрывать все вот эти аддоны тут есть документация по ним почитать что они делают но вкратце они оптимизируют и автоматизирует ваш рабочий процесс то есть они могут заменить определенный набор действий одним кликом ну так же эти аддоны могут влиять как-то на интерфейс заменять текстовые менюшки на графические так далее просто для удобства но я хочу включить тут всего один аддон вам его включать не нужно он нужен только мне и сейчас вы поймете для чего давайте я в поиске в объявил аддон называется shortcut view я его активируем и давайте покажу что он будет делать сейчас я окно настроек закрою вам его закрывать не нужно нажимаю nn николая на клавиатуре чтобы у меня справа вылезла такая менюшка мы чуть позже поговорим что это за меню и у меня тут появилась вкладка shortcut view я в нее перехожу и запускаю данный аддон и теперь снизу у меня появились пиктограммы ну я так понимаю что они олицетворяют кнопки на мыши левое правое и центральное или колесо так вот каждый раз когда я буду нажимать какую-то кнопку на мыши или на клавиатуре под этой пиктограммой у меня будет название этой кнопки выводиться будь то цифра буква либо кнопка мыши и если вдруг моя дизлексия в какой-то момент выйдет за грани разумного и вы перестанете понимать что я говорю будет непонятно какие кнопки я нажимаю то вы всегда можете посмотреть в нижний правый угол и там будет подсказка какая кнопка была нажата в тот или иной момент времени нажимая снова н чтобы эту менюшку закрыть и снова открываю окно настроек ну и следующая вкладка которая нас интересует input если у кого-то нет numpad на клавиатуре а он нам понадобится предлагаю поставить галочку в пункте emulate numpad таким образом весь функционал numpad перенесется на основную клавиатуру далее navigation здесь нас интересует orbit around selection давайте я вам покажу что происходит когда эта настройка отключена и что происходит когда эта настройка включена сейчас окно настроек я закрою вам закрывать не нужно просто посмотрите и так наш вьюпорт когда мы осуществляем вращение во вьюпорте как оно происходит мы вращаемся не вокруг объекта в данном случае просто так случилось что объект у нас находится в центре нашего вьюпорта вот этого большого окна мы вращаемся именно вокруг центра этого окна но представьте себе где он должен находиться как раз тут то есть если мы отодвинемся в сторону и будем снова вращать вьюпорт мы опять вращаемся именно вокруг центра то есть если мы не угадали с места положением нашего объекта с которым мы работаем и он находится вне в центре вьюпорта то неудобно будет рассматривать его со всех сторон обратите внимание потому что вращаемся мы именно вокруг центра вьюпорта давайте это исправим чтобы у нас была возможность вращаться именно вокруг выделенного объекта edit preferences orbit around selection ставим галочку я снова временно закроет окно и покажу что теперь происходит вращаемся вокруг выделенного куба сдвигаем вьюпорт в сторону и опять вращаемся именно вокруг выделенного куба переключусь например на камеру вращаю вьюпорт и мы вращаемся вокруг камеры поверьте мне это намного удобнее конечно если вы не верите можете попробовать работать с отключенной данной опцией ну я думаю что со временем вы все-таки придете к тому что придется ее включить edit preferences возвращаемся в настройки следующий настрой который нас интересует автоперспектива по умолчанию она включена на подсказку пока не смотрите я думаю не всем будет по непонятно что это настройка делает я покажу лучше закрываю это окно в блендере есть два основных режима отображения информации во вьюпорте вот в этом нашем основном рабочем окне 1 перспективный тут сверху слева подсказка есть что именно в нем мы сейчас находимся заключается он в том что у нас достаточно жизненные искажения есть в этом рабочем пространстве все линии где-то на горизонте сходятся в одну точку это же касается и геометрии с которой мы работаем если продлить эти ребра то где-то там вдалеке они точно так же сойдутся в одну точку визуально вот это вот ребро короче чем вот это ребро хотя на деле они одинаковой длины перспективные искажения в этом режиме практически невозможно работать с чертежами например потому что чертеж это двухмерный рисунок без каких-либо перспективных искажений а геометрия при этом которую мы пытаемся соотнести с этим чертежом и с которой мы работаем она будет иметь эти искажения поэтому сложно посему есть второй режим который называется ортогональный ну или ортографический включается он нажатием пятерки на нумпаде у кого нет нумпада вы уже знаете что делать мы включили опцию можете нажать 5 на основной клавиатуре нажимаем и вот что у нас получилось линии больше на горизонте не стремятся в одной точке сойтись они теперь строго параллельны геометрия наша она тоже избавилась от любых перспективных искажений вдобавок ко всему у данного режима есть возможность быстро переключаться между видами спереди сбоку сверху и так далее единицы на нумпаде но у кого нет нумпада уже догадываетесь вид спереди тройка на нумпаде вид справа семерка вид сверху и так далее так вот если мы находимся например на виде сверху как сейчас и после этого решили немножко поменять угол обзора система нас сразу выкидывает из ортографического режима в перспективный честно скажу я не знаю для чего это было сделано для чего такая опция была предусмотрена на мой взгляд это очень неудобно кому надо тот сам переключится обратно в перспективный но все-таки и и сделали видимо кому-то она требовалась поэтому нам придется с этим смириться и бороться посредством отключения данной настройки давайте перейдем edit preferences и авто перспективу мы отключим с этого момента вылетать в перспективный режим вот так вот мы больше не будем перешли в ортографический в нём и остаемся пока сами не решим вернуться в перспективную еще одна опция которая нам может пригодиться это zoom to mouse position сейчас зум ну то есть приближение осуществляется к центру нашего вьюпорта не всем это может показаться удобным но кто к этому привык можете данную опцию не включать я же я все-таки включу для того чтобы приближение осуществлялась к тому месту где у меня во вьюпорте находится курсор давайте покажу курсор сверху справа начинаю приближать туда зумы происходят снизу слева приближаю туда зумы происходят хочу зазумить прямо например вот к этому объекту это источник света сюда зумы идет поэтому считаю что данная опция может быть очень полезной возвращаемся в окно настроек и следующая вкладка которая нас интересует это вкладочка кей мэп и здесь я хочу обратить ваше внимание на spacebar action то есть действие которое назначено на нажатие пробела сейчас это play то есть запуск проигрывание анимации но мы ее можем регулировать и вот этими кнопками а вот иметь всегда под рукой возможность поработать с поиском я считаю куда более важная функция поэтому предлагаю play заменить на search таким образом когда мы будем нажимать пробел у нас будет выводиться окно поиска и мы там можем искать необходимую функцию которую например не можем найти в менюшках и еще один интересный момент который связан с данной вкладкой это то что здесь мы можем осуществлять поиск по горячим клавишам в блендере их огромное количество это все горячие клавиши для каждого режима работы для каждого окна есть свои сочетания все запомнить их нереально но есть поиск причем поиск можно осуществлять по имени это название команды которую мы хотим совершить ну например команда копирования копия если мы тут его в объем то нам сразу выведутся все сочетания горячих клавиш для копирования во всех доступных режимах во всех имеющихся окнах и так далее если же вы не помните название команды но что-то вы помните о сочетании штамм вроде использовался control переключаетесь в режим keybinding и здесь набираете control и и получаете все сочетания горячих клавиш где участвует кнопка control достаточно удобная штука и следующая вкладка систем здесь в зависимости от того какую технологию поддерживает ваша видеокарта куда opti x или open c l выбираем соответствующую опцию моем случае это куда и тут я могу еще дополнительно подключить процессор если есть такая возможность подключаем если у вас видеокарта например старенькая и ни одной из этих технологий она не поддерживает тогда выбираем нам конечно работа будет намного медленнее в такой ситуации но нет ничего невозможного вполне вероятно что компьютер все равно позволит вам справиться с задачами которые стоят перед вами в данном курсе еще одна опция которую я предлагаю поменять это undo steps то есть количество отмен действий которые вы совершили но сделали вы что-то не так хотите откатиться назад у вас есть возможность отменить по умолчанию 32 шага я предлагаю увеличить до 64 хотя нужно быть очень осторожным с этими значениями потому что они влияют на потребление оперативной памяти если у вас машины старые оперативной памяти мало то оставьте наверное 32 в конце концов в данном курсе я думаю мы постараемся очень детально показать и объяснить все шаги которые мы делаем и у вас но надеюсь не возникнет такой ситуации когда в принципе понадобится какое-то действие отменять тем более 64 шага но конечно под рукой иметь такую возможность такую опцию это всегда удобно поэтому я ставлю 64 ну и на этом все с настройками для того чтобы все что мы поменяли сохранилось нажимаем сейф preferences дальше я думаю мы сделаем перерыв небольшой для того чтобы вся информация которую вы получили у вас усвоилась потому что я прекрасно понимаю что приложение для вас новое приложение достаточно сложное и достаточно серьезное все-таки в нем кинофильмы делаются и отнюдь не бюджетные поэтому я призываю вас к тому чтобы вы немного отвлеклись например пошли выпили чайку очень хороший способ отвлечься а потом уже со свежими силами вернулись и мы с вами снова встретились но уже в следующем уроке а